Всем привет, вы на канале Снайл Свою, и в этом видео расскажу вам про болезни улиток и как их лечить. Надеюсь, это видео будет для вас полезным и приятного просмотра. Хорошая новость. Улитки болеют редко, но если уже они и заболевают, то вылечить их сложно. Теперь давайте рассмотрим особенности поведения улитки в норме. Днем моллюски спят и под вечер только просыпаются и начинают искать еду. У здоровой улитки тело без повреждений. Раковина блестящая, без сколов, расслоений, пятен и наростов. Здоровая улитка достаточно подвижна, особенно активны и любознательны молодые особи. Также улитки не жалуются на плохой аппетит. Ну а сейчас поговорим про признаки заболевания улитки. Изменение поведения. Вялость, отказ от еды, впадение в спячку, ухудшение внешнего вида, появление нетипичной слизи, наростов на раковине, трещины, расслоения и другие повреждения домика улитки, глубокое погружение в раковину, уход за виток, возможные болезни улитки, паразиты, глисты и их признаки. К сожалению, улитки, как и остальные питомцы, иногда заражаются паразитами, нематодами, но, к счастью, при правильных условиях содержания такого не будет. Заметить червячка возможно при тщательном осмотре тела моллюска или его фекалий. Но игнорировать это ни в коем случае нельзя, так как червячок медленно убивает вашу улиточку, а некоторыми глистами от нее может заразиться и человек. Плесень и грибок. Поражают как тело, так и ракушку. Она покрывается белым налетом или пеной. Причина болезни, конечно же, плохое содержание. К плесени приводит переволожнение грунта, нарушение вентиляции в террариуме, загнивание пищи. Инфекционные заболевания улиток. Инфекционные болезни у моллюсков могут вызывать вирусы и бактерии. Специфическое лечение для охотин не разработано. Необходимо укреплять иммунитет животного, чтобы оно могло противостоять инфекционным болезням. Для этого нужно избегать перегрева или переохлаждения, обеспечить животным. Молноценное питание следит, чтобы им не было тесно. При большом скоплении питомцев болезни отмечаются чаще. Новообразование на теле улитки. Скорее всего, это из-за контакта с химическими средствами. Не мойте контейнеры мылом или моющим средством. Просто водой, когда делаете генеральную уборку. То же самое относится к матикам. И все, что стоит в контейнере у ваших улиток, не мойте с моющим средством. Мойте просто водой и мочалочкой специальной для того, чтобы убирать улиток. Прогноз давать тут сложно. Ориентируйтесь на общее самочувствие улитки. Если не мешает, то это хорошо. Но если улитка такая вся вялая и страдает от этого, ну, наверное, к сожалению, придется усыпить в таком случае. Выпадение улиток из раковины. Бактериальные грибковые инфекции без лечения заканчиваются печально. И улитка выпадает из раковины. В таком случае, ну, она дальше жить, к сожалению, не будет. Поэтому, когда уже никак не вылечишь, то же нужно ее усыпить. Заболевание раковины. Шелушение. Чаще всего реакция на недостаток кальция и витаминов в рационе. Но как все-таки сохранить здоровье улитки? Если вдруг заметили, что ваша улитка плохо себя чувствует, отсадите ее от ее сородичей, с кем она там живет, отсадите ее отдельно и наблюдайте. Из-за тем, с кем она раньше жила, из-за них, чтобы вовремя заметить симптомы болезни у тех улиток, которые еще нормально себя чувствуют. Вот. И если вы заметили вдруг, не дай бог, в контейнере улиток, каких-то паразитов, сделайте немедленно генеральную уборку и полностью замените грунт, там мох, например, да, или что вы используете. Прикипятите контейнер, обдайте вот кипятком, там матик может быть, да, и не используйте моющие средства, потому что это вредно для улиток, очень токсично. И помните, что болезнь гораздо проще предотвратить, чем лечить. Болезни обычно атакуют ослабленных питомцев, именитет которых снизился в результате неправильного содержания. Важно бессказчить оптимальные условия полноценного питания, избегать перенаселения террариума, в честноте болеть улитки будут чаще. Вот такое вот видео у меня получилось, если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, если есть идеи для видео, тоже пишите в комментариях. И всем огромное спасибо за просмотр, всем хорошего настроения, и пока-пока!